Всем привет, мои хорошие! Сегодня у меня день рождения. Огромное спасибо всем за теплые слова, которые вы мне пишете. Но сегодня мы не отмечаем мой день рождения, а будем его отмечать, наверное, 25 или 26, когда приедет папа, когда приедет мой братик. Все вместе сядем, я вам сниму влог, возможно, даже на новую камеру. Кстати, точно, я сниму этот влог уже на новую камеру. И у меня даже, знаете, есть такая идея снять на новую камеру, просто посмотреть на вашу реакцию, увидите ли вы разницу, заметите ли вы это, если я вам не скажу об этом, что это видео снято на новую камеру, супер классную, последний Canon. В общем, очень интересно, заметите ли вы или нет. Хотя, если честно, мне кажется, вы даже и не заметите, потому что это тоже Canon, тоже влоговая камера, просто та чуть-чуть покруче. Вот, сегодня у меня день рождения, я решила его посвятить себе. Я поспала до обеда. Мамочка приготовила тортик, а сейчас, пока не поздно, я хочу пойти и купить себе кое-что. Возможно, из одежды, а возможно, кое-что из золота. И там магазины, кстати, закрываются рановато. Именно магазины, где продают золото у нас, не знаю почему, поэтому надо спешить. Погнали. Балерина! Балерина, ты охренел? Ты что творишь? Ты что творишь? А вдруг ты упадешь, дебила? Я его теперь называю балерина. Мальчика-балерина. А это подарочек от мамы. Даже твиксику интересно, что же внутри. Оказывается, мама прятала от меня, и я уже кое-что вижу. Смотрите, как он мило лег. Радость. Первое, что подарила маме... Маме, я твой подарок показываю. Вот такие мягенькие тапочки. Они мне немножко маловаты, но здесь мех, и мама говорит, что он осядет. И на самом деле это так. Прошлые мои тапочки просто уже под конец сезона стали 41 размера. Поэтому, я думаю, самое то, такие собачки. Мимимишные. Спасибо маме. Дальше мама купила мне кружку с Новым Годом. Очень мило. Спасибо мамуль. Мелочи, которые обязательно нужны. И маркеры! Опять маркеры! Смотрите, какой набор! Вау! Решила все-таки поддержать твой канал. Да, и парень купил маркеры, и ты. Да. Ты раньше, видимо, да, купила. Я заметила, что когда я показала маме, что парень мне подарил маркеры, мама как-то немножко расстроилась. И тогда я поняла, что она, видимо, тоже купила мне маркеры. По ее взгляду я это поняла. Но здесь 8 штук, это побольше наборчик будет. Будем использовать. Спасибо мам. Дальше. Каталожик у нас новый. Вот такой вот. Тоже в клетку, я надеюсь. Да, в клетку. Вау! Спасибо, мам. Дальше, дальше, дальше. Смотрим. Маркеры наборчик. Тоже понадобятся. Все полезное, все нужное знает мама. И гелевые ручки. Кстати, я давно хотела себе наборчик. Вот такой вот. Все цвета здесь. Угодила? Конечно, угодила. Я безумно рада, честно. Все нужное. И точилочка. И Твиксик тут думает. Я хотела из одежды, если честно. Но я испугалась, не угоди тебе. Нет, идеально, мам, реально. Вот прям все в точку. Все, что нужно. Полезные подарки. Очень понравилось. Очень честно. А пакетик понравился Твиксику. Господи, что ты делаешь? Что ты делаешь, балерина мамина? Собиралась сегодня украсить елочку, но, видимо, не судьба. Каждый раз выходят какие-то дела. Вот сегодня я думаю пойти купить себе что-то резко прям захотела. Если я не планировала. То есть, если бы я с утра планировала бы, я встала бы пораньше, сняла бы мукпанк и так далее. А я тут резко захотела. Поэтому, елочка, жди своего часа. Мама еще, кстати, купила вот такие вот тапочки. Это для гостей. Или, мам, для себя ты купила? Купила для гостей. Посмотрим, как получилось. Ну, скорее всего, у нас здесь будет мама. Так у нас всегда бывает. Мы оставляем одни топули, типа, если кто-то из гостей придет, а потом носим их. В общем, с такими глазками очень мило смотрится. Мам, почем купила ты эти тапочки? Эти 8. 8 манат вот такие вот стоят. Красота. Не знаю, только у нас так или у всех. У нас вот один сезон поносишь эти тапочки. Уже на следующие годы они выглядят просто ужасно. Уже надо покупать новые. И давайте еще покажу вам свой лук. В общем, наделайте штаны, которые я обожаю. И вот эту кофту Шейн. Штаны я покупала здесь, у нас в городе. Мне они очень нравятся, облегающие. Хотя сейчас это не актуально. Но мне хочется. Мне нравится, как смотрится. И мне кажется, очень сочетается. С этой кофточкой вообще классно. Кстати, вы часто спрашиваете, как, Айка, ты все успеваешь? Все очень просто. Я правильно распределяю свое время. Вот сейчас я иду покупать себе что-то. И у меня здесь загружается видео. Когда я приду, уже видео будет загружено, обработано. И все уже будет готово к публикации. В магазине у меня глаза разбежались. И я совсем забыла про телефон. Что надо еще и вам что-то снимать. Я, кстати, сомневалась между вот этими сережками. Мне они очень понравились. Английский замочек смотрится очень нежно. И вот этим. Правда, это колечко. Но как раз-таки сережки. Там был комплект сережки и колечко. Колечко было мне большое. А сережки мне безумно понравились. У них очень-очень крепкая застежка. Ну что, я уже дома. И я купила то, что я хотела. Честно, я долго не топталась. Долго не искала. Как зашла, сразу увидела. И поняла, что я хочу именно эти сережки. Никакие другие. Смотрите, я вся потная. Потому что были в помещении, в куртках. Несмотря на то, что минут 15, все равно вспотела вся. Жарко на улице. Погода обалденная. Ну, в общем. Я как только туда зашла, я поняла, что я хочу. Мне понравились сережки. Они тяжелые. Там 4 грамма с чем-то, с копеечками. Вот. Очень красиво. И сейчас вам покажу. К сожалению, эта камера очень плохо фокусирует. Здесь английский замочек. Вот такой вот. 585-я проба. Это лимонное золото. И смотрится вот так. Как только я их увидела, я сразу поняла, что эти сережки я хочу. Это то, что я искала. На повседневку. И мама, кстати, ругается со мной. Говорит, что хотя бы в этот раз купила сережки, носи. Все остальное у тебя просто лежит. То есть, самый главный момент для меня был, чтобы застежка была прочная. Единственный, самый важный момент. И вот как раз таки у этих сережек очень плотная застежка. Вот. Потерять их почти нереально. Были подобные сережки. 1 грамма, 2 грамма, 2,5. Я специально взяла те, где граммаж большой. И вам тоже советую. Чтобы не потерялись. А то, представьте, потеряли одну сережечку. А вторую просто придется сдать на лом. Не сможете же вы одну носить. Поэтому самый главный момент, чистый для меня, заключался в том, чтобы застежка была надежная. Не потерялась на повседневную носку. Чтобы не было всяких висюлек. Кстати, у этих сережек было еще кольцо, но оно у меня было большое, поэтому его я и не взяла. Такая вот красота. Пишите в комментариях, как вам. Ну, в общем, сережки на ушках выглядят вот так вот. Мне надо, кстати, себя привести в порядок. Потому что жена брата должна прийти на чаек. Ну, хотя она меня видела в любом виде. Да и вы тоже, в принципе, видели. И с просоней, и с шухером на голове. И потную, и грязную. Так что и так нормально. Мне мама иногда поражается. Говорит, я смотрю твой влог в каком-то там состоянии. Тебе не стыдно себя такую показывать? Я говорю, да ладно, они уже привыкли. Это как семья моя. Посмотрите, какую красоту приготовила мамочка. И специально, кстати, в кондитерском магазине нашла вот такую вот стружку. Именно розовую. Она знает, что я обожаю розовый цвет. Это супервкусный, обалденный банановый торт. Здесь просто 2 килограмма бананов. Я обожаю, когда бананов много. И специально попросила маму приготовить ее фирменный рецепт. Обязательно оставлю вам ссылочку на ее канал, на рецепт этого тортика. Уверена, что вы останетесь в восторге. Раньше, когда я принимала Ракутану, у меня голова вообще не жирнелась. Я могла неделю просто не мыть голову. И она была в идеальном состоянии. Теперь я этим похвастаться не могу. Пошли-пришли, я вспотела. И уже надо помыть голову. Вот помыла. Кстати, я совсем забыла вам сказать про грамм. И почем я купила эти сережки. Здесь чуть больше 4 грамм в двух сережечках. И купила я почти за 400 монат. Но это нормальная цена. Средние везде так. То есть это не дешево. Были модели, которые стоят гораздо дешевле. Но это скорее такие, знаете, старомодные модели. Или модели, которые не идут, не ходовые. И так далее. Я решила не экономить. Взять то, что мне нравится. Ходовая модельчика. Я в восторге. Сейчас буду украшать елку. Как говорили у нас в детстве. И раз, два, три. Елочка, гори. Как меня достал Твиксик, ребят, вы не представляете. Посмотрите, что он сделал. Здесь одной веточки. Но не то, что нет. Она просто вниз упала. Он лезет вверх по елке. А она же, естественно, не из железа. То есть тоже гнется, мнется все. И вот смотрите, здесь образовались даже проплешины. Что с ними делать, я не знаю. Наверное, не пускать Твикса в эту комнату. А в прошлом году дурачок порвал гирлянду. Вот эту. Теперь она на выброс просто. Сейчас жена брата должна была прийти. Мы тут даже тортик приготовили. Они, в общем, Сонечку, их кошечку отвезли на стерилизацию. И процедура прошла очень болезненно, с осложнениями. Кошечка себя очень плохо чувствует. Хотя, вы знаете, повели в очень хорошую клинику. К хорошим специалистам. Это не тот врач, которому я водила Твикса. То есть очень хорошая клиника. Поэтому, если даже вы выбираете супер дорогую клинику, это не дает вам гарантию, что с вашим животным все будет хорошо. То есть ее прям откачивали. Она не переносит наркоз. И даже врач сказала, что и впредь, что бы с ней ни случилось, ни в коем случае не делайте наркоз. Вот так вот, короче. Помните, я вам рассказывала про безответственного врача Твикса? Он как раз таки его кастрировал. Но Твикс буквально 2-3 часа и сразу пришел в себя. Но, наверное, стерилизация намного сложнее, чем кастрация. Но, в любом случае, прошло максимум 5 часов. И Твикс уже бегал, прыгал, кушал. То есть ничего у него не болело. Поэтому, не знаю, что вам советовать. Дорогие клиники, дешевые. Непонятно, как повезет. Я уже дома. В этих тапулях. Очень теплые, прям жара. Удобно, безумно. Обожаю новые тапочки. Особенно такие, знаете, с животными. Я не люблю, когда вот здесь немножко открыто. А больше люблю, когда вот такие вот тапочки теплые. Глаз радуется. Подарочки, подарочки. Это, кстати, я не проверяла. Надо проверить, хорошо ли они рисуют или нет. Смотрите, это какая прелесть. Буду для своего бумажного канала снимать отдельное видео. Мои покупки канцелярии. Не только подарки, но и покупки. То, что я сама купила. Завтра я планировала для вас снимать обзорчик. Посмотрите, как рисуют. Вот в грязь просто. Короче, эти маркеры ужасно рисуют. Посмотрите. Не советую никому. Вот такая вот фирма. Чтобы вы знали. Не то, что мне не понравился мамин подарок. Не подумайте неправильно. Просто, чтобы вы не покупали эти маркеры. Все остальное просто идеально. Но вот эти маркеры не берите. Это ужас какой-то. Просто пятна какие-то получаются. Очень плохо рисуют, во-первых. А когда вы несколько раз на одно и то же место, получается какая-то грязь. Вот так вот. Вроде так смотришь. Цвета такие удачные. Классные. Пастельные. Прямо то, что надо. А рисуют просто ужасно. Вот так вот. Все в пятнах. Даже на этой бумаге. Самоклеющейся. Обычно здесь все выравнивается. Идеально получается. Так что, мои хорошие, учитывайте. Показываю вам, чтобы вы не допускали эти ошибки. А так все остальное мне безумно понравилось, конечно же. Но это не угадаешь. Потому что здесь проверить невозможно. Когда открываешь упаковочку, уже все. Обратно не приклеишь. То есть в магазине затестить не вариант. Вот так вы, я надеюсь, запомнили эту марку. На этом все, мои хорошие. Понятное дело, что это не мой день рождения. То есть я еще буду его отмечать. Это просто кусочек из моего дня. Надеюсь, что вам было интересно провести это время со мной. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Буду стараться побольше снимать на этот канал. Хотя каждый раз обещаю и не получается. Но в любом случае я буду стараться. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.